ПОЛНЫЙ КОНТАКТ С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ ПОЛОНЫЙ КОРПОРАЦИЮЮТЬЮБ ЖДЁМ, КАК НА ЭТО РЕАГИРУЮТ НАШИ ВЛАСТИ Ну, что есть, то есть Также, если выйти на телеграм-канал Соловьев Увидеться, на каких еще площадках Нас можно сейчас смотреть И у нас на связи Яков Ильич Кедми Яков Ильич, приветствую тебя Видишь, ты беседуешь с врагом человечества Против меня ввели санкции Не только Европа Но Канада, Новая Зеландия И Япония Ну, хорошо, хорошо Весь мир Весь мир боится Мира Соловьева Весь свободный, прогрессивный мир А майоры-то чего взгляды? Чего они-то взделись? Вообще не знаю Меня не предупредили Я там никогда не был Но, очевидно, уже и не буду Яков Ильич, как оцениваешь происходящее? Как ты видишь, какие последствия К чему все идет? К чему все идет? Я, конечно, не идет до Бальцева Я не уверен Говорить тебе Просто ты прерываешься, поэтому говори плотно То есть идет к Дебальцеву Ты не уверен? Я надеюсь, что не идет к Дебальцеву Но я не уверен Судя по вчерашним заявлениям Они вызывают очень много вопросов Очень много вопросов Вызывает также положение Если можно так выразиться На фронтах операции Неясно Отказались от цели Которая была Определена В самом начале Или нет Потому что Судя по тому, что идет Она слишком вялотекущая Нет 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 серьезных Нет серьезных изменений На позициях идет Но обычная такая Мелкая возня Вокруг того или иного пункта Нет Нет Ничего не ясно А что Забыли Что Про Одессу Или нет Нет Ничего Они Было Какое-то Вроде бы Ненамек На объяснение Вот там Был несколько дней назад Шторм На Черном море Ну и что Это же Черное море Пока Ничего нет Эта Возня Вокруг Харькова Она уже Переходит Все границы Хорошего тона Я могу сказать Я конечно рад Что По несколько раз В день И почти каждый день Объявляют О Прекращении огня Для перехода Кто-нибудь Вообще-то Верит Что Людям Дадут Выйти Полтава Как была Так и Осталась Что Делается Вокруг Киева Ну Таким Темпом Можно ползти Я не знаю Еще Сколько Все больше И больше Это Позиционная А не Маневренная Война Я не люблю Позиционных Войн Я не люблю Позиционных Боев Они Означают Или Тупик В соотношении Сил Или Изменение Каких-то Намерений А война Позиционная Сегодня То Что Где-то Там Продвинулись На 5 Километров Я не думаю Что Или На 10 Что-то Имеет Большое Значение Так что Уже Три дня Никаких Больших Изменений Серьезных Нет То Что Сообщили На западе О Длинной Танковой Колонне Которая Не только Танковая Но и Бронетранспортеров Которая Вроде бы Где-то Стоит Южнее Киева Ну Танковой Вообще Они Предназначены Двигаться Так что Мне не совсем Ясно Что происходит И Не совсем Ясно Квацель Того Что Происходит Сейчас То Что Я Вчера Слышал Что Это Уже Из Российских Государственных Источников Что Достаточно Того Что Украина Заявит О том Что Она Не Пойдет В НАТО Еще Несколько День Назад Говорили О том Что Заявление Этого Украинского Правительства Не стоят Бумаги На которую Они Написывают Еще Не было Ни одного Соглашения Письменного Устного Которого Соблюдали Если После этого Может Кто-то Сказать А вот Если Они Заявят Что Они Уберут Из Конституции Этот Пункт Как Убрали Так И Внесли Обратно Бякович Знаешь Могу сказать Как Что От Путина Постоянно Звучит Что Цели Будут Достигнуты Они Не Меняются В его Разговорах Как с Макроном Так И с Остальными Лидерами Теперь Говоря о Развитии Событий Может Главное То Что Говорит Путин Еще Очень Важный Момент Говоря о Развитии Событий Есть Большое Развитие Вроде бы Взяли Изюм Окружили Гуляй Поле И там Развитие Вокруг Николаева Завершили Также Окружение Вот этой Группировки Которая Основная Которая Стояла Под Донецком То есть Как я понимаю Там Развитие Все таки Пошло Ну Вчера Ночью По крайней Мере Говорили Эту Группировку Давно Уже Практически Окружили Вокруг Николаева К Николаеву Подошли Уже Давно Изюм Это Конечно Очень Важно Но Не те Масштабы Не те Размеры Я говорю А как Берут Города В России Знают Как Берут Города Окей Есть Определенная Техника Как Входить В город Если В города Входить Не Собирались То Что Тогда Не надо Было Начинать Операцию Если В города Входить Не Собирались То Не надо Было Начинать Операцию Не Войдя В город Ты Ничего Не Сделаешь Что Головем Что Брать Осаду До Сегодняшнего Дня Ни Одного Серьезного Города Не Взяли Ну Херсон И То Так Себе А Полтава Это Уже Сколько Уже Почти Две Недели Сначала Операции Ни Одного Города Не Взяли Ни В одном Городе Не Сменилась Власть Наоборот Все Что Происходит Только Укрепляет Власть В Городах Так Какой Оперативный План Был Мне Не Докладывали Это Что По Библейской Легенде Будут Ходить Кругами Вокруг Ерехона И Трубить В трубы Пока Там Власть Упадет Это Библейская Легенда Полтава Скоро Десять дней Возле Полтавы Гуляют Еще раз Повторю Ни В одном Городе Не была Не Сменилась Власть В Харькове Мэр Города Объявляет То Что Он Объявляет Стрелять Будем И Что Если Нет Отработанной Тактики И Желания И Намерения Брать Города Операцию Начинать Было Бесполезно Власть Находится В городах Не Между Городами Не В пригородах И Вот Это Все Вызывает Вопросы На Которые Ответов Нет А Вырисовываются Ответы Проблематичны Так Я Вижу Эту Ситуацию Сегодня При Этому Очевидно Что Мы Все Равно Считаемся Ищадием Ада И Очевидно Что Чтобы Не Было Нас Будут Ненавидеть Запад Ненавидеть Долго А войну Не выиграть Или там Не завершить Эту операцию Заявленными Целями Мы просто Не можем Потому что В конечном итоге Переведет Иначе К гибели Самой России Да То есть Россия Не может Себе Позволить Не Выполнить То Что Сказал Ее Президент Или Президент Не может Позволить Стране Чтобы То Что Он Объявил Вначале Не Было Выполнено А Деноцификация Может быть Только После Устранения Власти А устранить Власть Хороводами Вокруг Городов Невозможно То есть Надо Брать Киев А Люди От имени Президента Приближенные К нему Если Пользоваться Западной Терминологией Все Так Люди Ответственные Когда Говорят То Что Президент Пару Дней До Этого Говорил Говорят Противоположное То Что Он Говорил Это Опять Так Вызывает Вопрос А Что Там Происходит Да Это Абсолютно Прав Важно Что Говорит Президент Но Имеет Значение По крайней Мере Для Понимания Ситуации Что Говорят Люди Которые Всегда Говорят От Его Имени Что Это Означает Разноголосится Мы Смеялись Разноголосится В Американском А Тут Я Не Знаю Операцию Надо Проводить До Конца Тем Более Что Я Уже Подчеркивал Если Все Что Говорило Российское Руководство Верно То Что Может Заставить Российское Руководство Изменить Планы Совет Безопасности ООН Нет Истерические Демонстрации В Лондоне Или В Берлине Не дай бог Так что Неправильный Расчет Извините Это Это Уже Серьезно Что Может Заставить Изменить Если В ближайшие Дни Не Высаживаются На побережье Черного Моря И Не подходят К Одессе Тогда Я не понимаю Зачем Это Надо Было Если Все Для Того Чтобы Признали Крым Или Для Того Чтобы Признали Луганскую И Донецкую Область А Луганскую Область Еще до конца Не освободили Две Недели Боев Славянск Еще Не освобожден За Две Недели Две Недели Можно Было Дойти До Львова И Обратно Славянск Нет Или Но Это Те вопросы Которые Есть Куда Это Идет Начинать Операцию Только Для Признания Крыма Признания Крыма И дальше Что Ни Одни Санкции Не будут Отменены По отношению К России Конечно Вообще При чем Тут Санкции Какой Смысл В том Что Зеленский Скажет Что Ну Хорошо Я Подписываю Черт с вами Задавитесь Крымом Да Его же Парламент Это не Одобрит Миру На это Вообще Наплевать Мир Все равно Скажет А мы Не признаем И все Вы Просто Его Вынудили Это Зачем Это Не дает Ничего Из-за Крыма Из-за Крыма Надо было Брать Херсон Или Для того Чтобы получить От Зеленского Признание Крыма Надо было Положить Более 500 Солдат И Офицеров Некое И так Настроение Тяжелое Ты сейчас Меня своим Пессимизмом Совсем В грусть Вгоняешь Это Володя Ты меня Спросил Как мне Видится Ситуация Я понимаю Я как Всегда Говорю Вот Она Видится Мне Очень И Очень Очень Проблематично Потому что Непонятно А что же Происходит Я допускаю Что Когда Не дают Подробное Описание Того Что происходит На поле Боя Ну это Естественно Это война Но когда Действия Твоей Армии В данном Случа Я говорю О твоей Армии Непонятны Когда Нет Никакого Маневра Серьезного Когда Топчется Возле Городов По 10 дней Тут Не ясно А цели То Какие И когда Начинают Называть Цели Отличные От того Что Назвал Главнокомандующий Это Большое Напряжение Для России Была Эта Операция И Цели Этой Операции Как Были Объявлены Насколько Я могу Садить Извне Большинство Народа Одобрило Цели Которые Сейчас От имени Президента Отъявляю Как Возможные Могут Поставить Серьезнейшие Вопросы А на эти Цели Народ Был Согласен Нет Цели Которые Объявлены У нас Одни Нет Конечно Нет Конечно Нет Цели Которые Были Объявлены Президентом Это То За что Если угодно Народ Выразил Своего Тум Доверие Ни за что Другое Не выражал Когда Были Опросы Спрашивали На конкретно Те цели Которые Сформулировал Президент Да Тогда Тогда Надо прекратить Все эти Все эти Высказывания Не соответствующие Тому что Сказал Президент И тогда Действия Армии Должны Быть В соответствии С этими Целями А то Вопрос Вызывают Также Действия Армии На поле Боя Они тоже Порождают Сомнения А чего А чего Хотят Достичь Поэтому Я думаю Заявленная Цель Она же Нет Я С тобой Даже Естественно Не могу Спорить Просто Та цель Которые Говорят Максимальное Сохранение Жизни В том числе Украинским Солдатам Ну Довольно Странно Ну То есть Не очень Понятно Как Действовать Армией Если у нее Связаны Руки Постоянно На войне Убивают Если я правильно Помню И На войне Основное Правило Всегда Было Достижение Повставленной Задачи С Максимальным Сохранением Жизни На первом Месте Это Достижение Поставленной Задачи Хотите Сохранять Жизни Не Воюете А если Воюете Добивайтесь Выполнения Поставленной Цели С Максимальным Военным Искусством Если Это Искусство Есть Оно Есть В этом Нет Сомнения Так Применяйте Проблемы Брать Города С Военной Точки Зрения Нет Армия Умеет Брать Города И Такой Огромный Город Как Полтава За Десять Дней Уже Можно Было Десять Раз Взять То есть Очевидно Что Не Было Такой Такой Город Как Суммы Тоже Можно Было Взять А Топтаться Вокруг Города Неделями Держать Там Войска И Держать Население Этих Городов В подвалах Под этой Властью Каждый День В этих Чудовищных Условиях Гражданские Не виноваты Они 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 сидят В подвалах И дальше Что Дальше Что Не входя В город Город Взять Нельзя И Что Думают По Другому Извините Усилят В университет Пишут Там Трактаты Спасибо Спасибо Яковлевич Слова Печальные Жестокие Но В них Есть Правда Человека Который Знает Войну И Воевал А Яковлевич Кедми Был В нашем Эфире Телеграм Канал Соловьев Соловьев Лайв На ютюбе Сейчас Не работает Ютюб Его Снес Поэтому Вы Нас Можете Пока Смотреть На Урал Лайв Несмотря На то Что Количество Подписчиков На Урал Лайв 27800 Человек Смотрит Нас Сейчас 63000 Погода